Да, я Насте позвонила и предупредила. Сейчас дождёмся наших... Так, осторожно. Вот смотри, у меня ходуном ходит, когда ты трогаешь. Ага, всё не трогаю. Аккуратненько, да. А то у наших девочек будет кружиться голова. У наших девочек будет кружиться голова. Всем здравствуйте. Всем привет-привет. Мы продолжаем. Спасибо большое за приглашённых читателей. Очень приятно. Добрый день, Наталья. Добрый день. Алла, здравствуйте. Все мои девочки здесь. Здравствуйте. Спасибо, девочки, большое за приглашённых. Спасибо. Настюшка, привет. Наталья, спасибо за приглашённых большое. Настенька, спасибо большое за приглашённых. Юлечка, здравствуйте. Привет-привет. Ну что ж, всем здравствуйте. Кто уже с нами, слава богу, как говорится. А кто не с нами, спасибо большое за приглашённых читателей. Кто не с нами, пересмотрят потом. А мы с вами продолжаем нашу тему, о которой мы с вами договаривались в самом начале. Да, мы нечаянно решили, что мы будем это рисовать на сертификат. Поэтому приглашаю ещё раз, кто не слышал. Мы рисуем сегодня пятый дизайн. А их всего пять. Здравствуйте. Сегодня уже последний. На отработку. Вы присылаете мне вашу отработку. Мы её обсуждаем с вами. И я отправляю вам от себя сертификат по данному мини-курсу, да, небольшому. Что мы сегодня с вами будем рисовать? Мы уже рисовали с вами цветочки, рисовали веточку сакуры. А сегодня я хочу попробовать нарисовать какую-нибудь букашку. Но букашку лёгкую, чтобы она была... Наташенька, здравствуй. Но букашку лёгкую, чтобы она была, как бы, вами правильно понята, взята на вооружение. Привет, Натуль, привет. И отработана. Думаю, что этой букашкой мы сделаем стрекозу, да, такую лёгкую. Ай-яй-яй, простите за головокружение. Это я стукаюсь об все эти приборы. Вот, это я умею. Здравствуйте, Ириночка. Забайкалье с нами. Привет, Забайкалье. Что я хочу сейчас сделать? Как обычно, да, когда мы предлагаем дизайн, мы рассматриваем его в вариантах, как бы, других ногтей, да, какого цвета будут другие ногти. Я выбрала 110-й цвет. Вот оно, тут я вон старапала уже. 110-й цвет, который, в общем-то, не темно. Альберт, как ты считаешь, а? Девочки, темно? Нет. Потом увеличу, когда будут рисунки. Мне кажется, как-то темновато, нет? Для перископчан. Девчонки, кто нас смотрит, скажите, темно, нет? Молчат. Нет, это просто не всегда выходят из записи. Нет, хорошо, норм. Хорошо, норм, да, ну, слава богу. Отлично. Спасибо большое за содействие. Итак, мы с вами нанесли 110-й цвет. Темновато, Алла пишет. Альберт, всё-таки темновато. Когда будем рисовать, будет темно. А так? А так, наверное, лучшевато. У меня новое слово в русском языке. Нанесём второй. Это будут наши ногтики. Предположим, наш клиент выбрал такой вот 110-й цвет, да? Цвета асфальт. Здравствуйте, Наталья. И отправим тоже в лампу. Пусть у нас высохнет. Ну и под дизайн я думала-думала. Думала серенький нанести. А потом думаю, нет. На сереньком цвете, наверное, будет не очень хорошо. Вам видно. Поэтому сделаем белый. Но вы будете иметь в виду, что в качестве цвета под дизайн может быть и наш серый цвет. Ну, не обязательно наш. Он может быть и ваш. Но просто он должен быть светло-серый, да? Чуть-чуть. Нанесём. Не всё прокрасили. И отправим в лампу. Я особо не стараюсь. В два слоя тут не вырисовываю. Хотя, если бы это был клиент, я бы наносила в два тонких слоя. Поскольку не люблю такое вот глинистое, толстое нанесение. Мне больше нравится, когда всё аккуратно, чётко и тонко. Спасибо большое за сердечки, девчонки. Итак, 110-й цвет я выкидываю на мою палитру. Привет, Иришка! Ура! Ура, ура! Вот. И следующий я возьму, 86-й. Знаете, меня, ну, скажем так, давайте говорить нашими нормальными художественными сленгами, меня торкнуло на стрекозу, причём цветную. И мы будем её рисовать цветной. Вот. Наберём разные цвета, всё, что у нас есть в палитре. Ну, не всё, что есть, а так вот, на наш взгляд, яркие цвета. Вот я очень люблю вот этот цвет. Это вообще моя болезнь. Ну, в нашем случае это 169-й, 075-й, 086-й. Те, кто нашими лаками рисует, они уже всё это знают, какой цвет я достала. Да, вот 50-й, предположим, очень яркий красный. Ну, и я буду не я, если я не возьму ещё и ярко-розовый. Как же ж это так? Как же ж это так? И мы без ультра-яркого цвета, да? У нас должна быть красивая пёстрая стрекоза, да, девчонки? Иришка яркая. Я теперь знаю, кто это. Яркая Ириша моя. Так, поехали. Какой-то посторонний шум. Может, это кондиционер просто? Да, вполне возможно. Давайте сейчас кондиционер уберём. Это девочки пишут, да? Да, почему-то. Ты знаешь, а тебе не кажется, что это всё время происходит в Инстаграме? Может быть. Скажите, сейчас лучше? Очень мешает слушать. Сейчас шум есть или нет? Девочки с Инстаграма, напишите, пожалуйста, помогите нам, стоит ли продолжать. В перископе пишут, здесь тихо и хорошо. Да, в перископе отлично. Нет, также шум остался. Слушайте, но это от Инстаграма, потому что вот в перископе всё хорошо пишут. Причём ничего шумового больше рядом нет. Может быть, только вот это? Нет. Лампа не может шуметь? Но это свет, и мы без него никак. Нет, это не кондиционер. Значит, это девочки что-то с перископом. Ой, с Инстаграмом, либо телефоном. С Инстаграмом, да. Переходите, пожалуйста, в Инстаграме как нас найти? Ой, у меня вот тут бумажка лежит, простите меня за неё. Но нас найти можно вот так. А в перископе Луиза Копылова? Да, вон девочки пишут в перископе, девчонки, кто в Инстаграме, что в Инсте качество хуже всегда. Альберт громко дышит в Инстаграм. Нет, Альберт далеко, Настюш, от Инстаграма. Это Дубровский там, как всегда, жжёт зажигалка. Ну всё, я думаю, кто это, тот перейдёт. Да, вот, я оставлю здесь, пусть это страшненько лежит, но людям понятно, если что, где нас найти. Итак, мы с вами решили рисовать стрекозу. Я увеличу типс. Мне кажется, вот с этой стороны дико темно, Альберт. Сейчас буду рисовать, а людям будет не видно. Смотри, какая тень. Что можно сделать? Да, это нежелание отпускать лето по фэншулю. Мы его, всё равно, немножко идёт мерцание откуда-то. Да, а тут вообще в Инстаграме тоже мерцание. В Инстаграме дикое. Ну, блин, вот так вот. Сейчас вот это всё поднимем. А может быть, одну лампу вот сюда? Да, всё так, да, просто. Да, давай так. И может быть, ещё что-то сверху включить? Смотри, как хорошо стало. Где, когда? Сейчас? Да, вот я подвинула эту сюда. А ты вот сюда эту. Вот уже лучше сейчас я ещё отпущу. По-моему, прям вот замечательно, да, стало? О! О! Всё супер, отлично. Девочкам будет хорошо видно. Что ж? И даже мои пальцы увеличенные в перископе. Ай-яй-яй. Ну, поехали. Всё отлично. Да, там пишут, всё хорошо. У Инстаграма подшипники стёрлись. Точно. Ну, помчались. Стрекоза так стрекоза. Итак, мы с вами взяли цвет вот такой вот серенький. К нему мы взяли беленький. На беленьком у нас уже кошка сдохла. Вон, ну ничего, нам это не помешает рисовать. Да. Будем рисовать на кошке. Ну, что сделаешь? Мы же художники, мы на чём хочешь нарисуем, правда? Итак, каким образом мы можем нарисовать легко и просто стрекозу? Давайте аккуратненько наберём цвета на кисть. Причём кисть у меня осталась не помыта, да? Она ещё и расслаивается. Сейчас, подожди-ка, мне нужно кисть в порядок привести. Ну, познакомьтесь, это Луиза. Она умеет оставить непромытую кисть, а потом рисовать чуть не веником. Ну, что сделаешь? Нам же не нужно, по сути, иметь кисть, да? Наша кисть – это продолжение руки. Вот мы свои руки и не моем. Поехали. Набираем на кисть 110 цвет, основу. И нам нужно изобразить стрекозки. Можно две маленькие, можно одну крупную. Студия, подскажите, пожалуйста, две маленькие поместить, но вам будет хуже видно, или одну большую? Ну-ка, первые пять ответов будем считать, кого будет больше. Одну, раз, крупную, два, одну, единогласно. Всё, поехали. Спасибо большое за помощь. Расположим стрекозку симпатично. Да, будем понимать, что у нас есть крылья. Вот наш, предположим, мнимый типс. И нам надо понять, чтобы поместить стрекозу с крыльями, скорее всего, нам её нужно разместить либо вот голова-хвост, либо, наоборот, голова кверху, да? И тогда мы можем крылышки разместить вот таким вот образом. То есть мы можем их по-разному. А по сути, мы привыкли с вами к какой стрекозе? Сейчас я возьму удобную кисть и сразу вам покажу. Давайте, как говорится, рассуждать, да, когда мы работаем. Ещё, 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 пониже. Да, пониже. Вот так. Ниже ещё. А у меня здесь уже некуда. Так рисунок-то не тут? Нет, а я не рисунок буду. Я сейчас покажу стрекозу, к которой мы привыкли. То есть мы ставим такие вот, грубо говоря, тельца наши, грубо говоря, наши глазки. Но я не буду сейчас стараться дико. И наши крылья, да? Мы её рисуем с таким небольшим наивным моментом, да, как это делают в детстве. Или, как называются такие рисунки, примитивизм, да, когда всё очень просто. Ну, тут вот слился глаз с тельцем. Вот. Но поскольку такая стрекоза, ну, крайне уже вчерашняя, нам надо что-то интересное предложить. Пусть мы ещё не рисующие художники, но нарисовать мы обязаны. Поехали. Итак, пометим место, где у нас будет голова, приблизительно здесь, да, и запустим наш хвостик с тельцем. Постараемся нарисовать. Вот тут вот будет у нас тельце и хвостик. Оп. Сделаем его тоненько-тоненько, видите? Такая вот едва-едва у нас. Я-то думал, страшный суд рисуют, а они... А, ну да, мы, видите, мы рисовать не умеем, поэтому мы балуемся. Итак, прорисуем сразу головку у стрекозы. Она приблизительно у нас займёт небольшое такое вот расстояние относительно всего тельца. Дальше чуть укрупним само тельце стрекозы. Вот таким образом. И едва-едва можно, как бы прорисовывая секторами, да, поскольку у нас хвостик имеет такие вот сектора, можем, собственно, и не секторить, а просто сделать эдакий хвостик с стрекозе. Всё, отправим просушиться. Девочки, вон, мне уже отправляют работы свои, я смотрю, да, в Инстаграме. Естественно, после перископа я зайду в личку и посмотрю. Огромное вам спасибо за сердечки, потому что это ваша обратная связь, и всегда очень приятно, что есть какое-то движение в том объекте, в который ты пытаешься говорить и показывать. Спасибо вам. Спасибо, спасибо, мои девчонки и мальчишки, если они тут есть. Спасибо за приглашённых, Ириночка. Ирина яркая. Так, всё. Я думаю, что на этом этапе нам достаточно. Вот, теперь нам нужно продумать, как же мы нарисуем крылышки. А мы их нарисуем просто, да, то есть вот здесь вот расположим. Крупно взяли, и нам нужно, чтобы это всё было хорошо видно. Типа ты замуж вышла. Ну что ж, типа хорошо. Крылья у нас должны быть. Смотрите, я не буду их сейчас отрисовывать, я их только намекну. Потому что именно крылья мы с вами будем рисовать ярко-ярко. Стрекозка наша будет со сложенными крылышками, да? Но чтобы видно было, что это стрекоза, мы слегка с вами прорисуем ей лапки. Совершенно не боимся рисовать тонкой частью кисти. И встречно нарисуем ножки. Аккуратненько. Всё, вы их только намекнули. Не надо прорисовывать коленки, пальчики, маникюр. Но это я типа пошутила. Вот, поэтому мы только намекнули их и оставили в таком виде. Всем всё понятно? Пока сушится, давайте поболтаем. Тук-тук. Девочки. Теперь мы будем рисовать цветную стрекозу. Сердечки говорят, что всё понятно. Спасибо вам. Возьмём другую кисть. Я возьму вот такую вот, язычок, да? Ну, в принципе, можно и любой кистью это выполнить. Как бы не принципиально. Мы возьмём светленький розовый такой вот, наиболее светлый в этой палитре. Я имею в виду яркий, светленький, да? И начнём прорисовывать вот, где нам только заблагорассудится. Мы не рисуем, девочки, а мы размазываем пигментацию цвета на крылышке. Раз. Промоем кисть, чтобы она не пачкала. Возьмём немножко теперь голубенького. В нашем случае это 0,75 цвет. И точно так же поступим с крылышком с этой стороны. Я не хочу сильно уляпывать. Мне, откровенно говоря, нужна некоторая воздушность. Вот к этому я и буду стремиться. Не факт, что я сейчас использую всё, что здесь есть. Но я рискну. Возьму синий. И у основания крыла поработаю более тёмным цветом, да? Поскольку это наиболее верно в любом композиционном решении, даже если бы... На комара... Даже если бы вы рисовали цветок. У нас основание у лепестка всегда тёмное. Так вот, давайте тоже с вами представим, что это основание лепестка. Почему нет? Вот так. В растирочку запустили. Ну и какой бы цвет ещё хотелось бы увидеть. Мы вот здесь вот запустим второй вариант крылышек. Мы не боимся рисовать. Это второе крыло. И его едва-едва видно. Пусть оно вот такое вот и будет. Теперь, чтобы было... Промываете вы без жиревателя или базой кистики? Исключительно спиртом. Смотрите. У меня вот такая вот банка. Ну, сейчас вы её не увидите, да? И вот тут у меня налит спирт. Вот. Мы его сюда наливаем, рисуем, а потом выпиваем. Ну, это я уже потом был выпивом. Вот. И немножечко для того, чтобы ваш рисунок был симпатичным, мы разнесём чуть-чуть, попачкаем белый цвет теми же цветами, что и были, в общем-то, на крылышках. Теперь, для того, чтобы было понятно, что это крылья стрекозы, мы снова возьмём наш серый цвет, аккуратненько пронесём вот здесь вот основную линию крыла. Смотрите. Аккуратно пронесём вдоль нашего крыла и поставим точечку, которая всегда присутствует в анатомии нашей стрекозы. То же самое сделаем здесь, поскольку это второе крыло. Вот, видите, лёгенькое, воздушное, обычное. Единственное, что ещё мы можем как поиграть, это чуть-чуть накидать цвета на тельце и хвостик. Ну, почему бы и нет. Вот так, чтобы она была вся цветная. Такая вот лёгкая и воздушная. Можно даже сказать, что это акварель. Да? Легко. Сейчас чуть-чуть вот здесь вот ещё навалякаем. Вот так. И чуть-чуть вот так вот распушим. Вроде как она находится в движении, да? Вот такая вот интересная стрекозка. Так, я вот думаю, чего у нас где-нибудь не хватает. Такое впечатление, что чего-то, чего-то хочется. А чего, я пока не пойму. Ну, наверное, где-то тут. Что-то хочется довершить. Вот тут, наверное, да. Жёлтенького хочется. Ирина яркая. Покажешь нам, Ирина? Где бы ты, жёлтенького, туда? Ну, давай сделаем. Давай. Как говорится, 125-й цвет забыла взять. Вот у нас второй день нету жёлтого в палитре. В прошлый раз мы рисовали оранжевые сердцевинки у розовых цветов. Хочется выпить шоколадку. Так, сейчас мы сделаем с вами жёлтенького. Слушайте, а довольно-таки интересно, да, вот получается, когда ты пытаешься именно акварелить. Правда? То есть ничего частного. Всё мы рисуем в общем. Это комар, это стрекоза, это насекомое. Вообще мы рисовали стрекозу. Стрекозку. Это же классно. Кто что хочет, тот то и видит. Действительно. Так. Набираем жёлтенького цвета. Чуток хочется расширить голову. Тогда она у нас не полетит, девочки. Глаза надо больше. Ну, два глаза, если бы мы нарисовали, я с вами согласна. Но у нас стилизация. Мы рисуем более упрощённое насекомое. Я думаю, что кому чего здесь не хватает, а я с удовольствием бы посмотрела, чего и кому. Да? Вы пришлёте мне ваши работы, а я увижу, как увидели свою стрекозу вы. Вот. Свою я вижу именно вот так. Четыре крыла не надо, у нас они сложены вместе. Вот. Поэтому мы и, как говорится, их сложили, чтоб покрупнее. Вот четыре крыла вам стрекоза. А здесь у нас вот так. Отправляем в лампу. В принципе, я вам показала свою стрекозу. Как её вижу я. Лёгкую и акварельную. Надеюсь, что она у вас должна получиться. Может, и смотрится сложно, но если вы сядете и попробуете, то всё должно получиться. Гламурный комарик. Ирина Яркая. Высылать вот сюда можно в директ. Смотрите. Вот. В инстаграм. Шоп. Нижнее подчёркивание. Арт Найл. И я посмотрю твою стрекозу. С жёлтеньким у тебя была. А у кого-то должна была быть стрекоза с двумя большими глазами. Видите, моя стрекоза, она немножечко, как бы вам сказать, если вы знакомы с живописью Го Хоа, то вы увидите там именно вот такого плана стрекозок. Ну, наподобие. Тут я нарисовала немножечко так, как это вижу я. Но Мак уже супер получается. Здорово! Молодец, Юлия! Никого, говорит, не слушайте. Если бы я, наверное, в этой жизни исходила бы из того, что говорят, наверное, бы я не стала художником. Я всегда рисую то, как это вижу я. По крайней мере, стараюсь. Иногда мне нравится, как это видят другие. Иногда нет. То есть, да, у нас у каждого своё мнение, своё видение. И мы то, что видим, всегда показываем на бумаге, так, как это видим мы. Поэтому я вам всегда говорю, никогда не переживайте, как вы нарисовали. Вы пришлите, покажите мне, а я вам скажу. Но вы имейте в виду, что в этой жизни существует такое понятие, как почерк. Почерк, да? И у нас он у каждого свой. Ну, да, можно так, да, я художник, я так вижу, это всё-таки вымученные фразы. Но, тем не менее, существует почерк и личное видение. А уже приняли вас или не приняли, это, как говорится, как произошло. Да, у каждого всё равно есть своя аудитория. У каждого художника, у каждого артиста, у каждого музыканта. Поэтому рисуйте, как вы только можете, как вы это видите. И не переживайте. И всегда всё будет замечательно. Итак, жду ваших работ. Кто мне пришлёт работы, тот у меня получит, как говорится, сертификат. Мы обсудим ваши рисунки. Если что-то я замечу, какую-то грубую ошибку, я обязательно вам о ней скажу. Если я этого не увижу, тогда я вам пишу, что вы молодец, что всё замечательно. Имейте в виду. Слушаю вас. Кто это у меня? Ириночка. Да, Ирин? Какой у вас вопрос? А я рисующий. Я тоже могу рисовать. Ирина, без разницы. Хотите – рисуйте. Это только приветствуется. Не хотите – не рисуйте. Это же как кому что нужно. Надо вам – рисуйте. Вот и всё. А я жду вашей работы. И надеюсь, что выйду ещё с какими-нибудь рисунками. Сейчас мы с вами старались рисовать несложные вещи. По крайней мере. Да, я же, говорит, все ваши курсы прошла. По крайней мере, девочки. Так, что-то хотела сказать, перебилась. Так, ваш по вкусу моим клиентам. Спасибо. Ваш мак пришёлся по вкусу. Да, спасибо большое. Очки раз, сниму, очки одену. Татьяна пишет. Да, спасибо. Спасибо, девочки, большое. Ну что ж, давайте тогда будем встречаться, рисовать дальше. Намекните ко мне, что вы хотите увидеть просто так. Не вот тебе там отработки и сертификаты. Подготовка к Новому году очень нужна. К Новому году. То есть вы хотите новогодние дизайны, да? Страшно. Осень вы хотите увидеть. Что хотите увидеть? Акварель. Да, можно нарисовать осеннюю акварель. По крайней мере, это очень актуально. Хэллоуин же ж. Вот Хэллоуин никогда не рисовала и терпеть не могу рисовать нечисть. Минимализм, да. Акварель модно очень. Да, девчонки, добро. Договорились. Выходим с осенними дизайнами в разные техники. Всем пока-пока. Было очень здорово с вами пообщаться. Вензеля у меня есть курс. Пишите. Я вам порекомендую, где и как. Да, да. Всем всего доброго. До свидания. И когда вы мне присылаете ваши работы, не забывайте присылать вашу почту, куда бы я отправила вам сертификат. Все. До свидания. Спасибо вам. Пока-пока. До встречи.